На самом деле это же и есть самое актуальное, то, что мы с тобой понимаем, то, что мы проснулись и понимаем, как все устроено на самом деле, что надо просто жить по законам совести. Вот от этого можно и отталкиваться. Конечно, конечно, стопроцентно. Значит, а как я тебя представить? Да просто Евгений меня можно звать и все, а канал у меня Эльгений. Ну, Эльгений это как второе имя мое, да, а так я Евгений, Женя. Да, супер. А как тебя? Просто Елена, да, Елена ты? Да, я просто, ну, Елена Файт меня все знают, как бы, просто фамилия такая, что быстро запоминается. Файт. Ну, я это, я потом посмотрю, если что, не важно. Да, есть такое. Так, сейчас, две секунды, настроюсь. Давай. Мир стал другим. Прежнего уже не вернуть. И надо как-то жить дальше. А порой, чтобы жить дальше, надо начать все сначала. Добрый день, друзья, зрители, подписчики. Сегодня я наконец-то проведу эфир с очень интересным человеком, которого я очень давно смотрю уже. И все его эфиры, все его знания, все его посылы абсолютно четко резонируют с моим видением мира. И очень давно хотелось с ним провести совместный эфир. Тут недавно я ему написала, он отозвался. Спасибо тебе, Евгений. Вы, наверное, слышали, видели его. Это довольно-таки популярный человек в Ютубе. У него такая воинская подача информации, вот что мне нравится. Людям очень хорошо доходит. Я неоднократно выставляла вот в Телеграм-канале твоё видео. И у людей очень классные отзывы были. Евгений в Ютубе, он подписан как... Девятьяров. В Ютубе я Эльгений. Меня можно найти просто по имени Эльгений. Я один такой, единственный... На просторах Ютуба, да? Да, на просторах Ютуба Эльгений я единственный. Вообще такого имени на просторах Ютуба не существует, кроме как моё. И всё. Так что меня можно найти. Друзья, мы хотим поговорить, ну, конечно же, на самую актуальную, важную тему. То, как раз для чего мы доносим эти знания, делимся именно тем, что нам приходят, этими инсайтами. И мне очень нравятся эфиры твои. Вот именно тем, что ты ясно, чётко несёшь, вот я прям чувствую, у меня резонируют вот эти вот знания, что они вот от первоисточника получены, что они не просто выдуманы, где-то там написаны, ты прочитаешь. Это просто видно, когда в потоке возникают эти ассоциации словесные. Мне это очень близко, потому что я, бывает, сама провожу эфиры, а потом только провела и сразу пересматриваю, о чём я говорила. Как заходишь в поток, вот вроде как идёт информация. И хотела бы затронуть такой актуальный вопрос, да, то, что сейчас больше всего беспокоится, хочу мне больше всего пишут, вот что именно будет и вот как из этого выйти. Ну, как бы вопрос актуальный, вопрос задаётся многими. И то, что я доношу в своих эфирах, что мы должны отвязаться от системы максимально, не бороться с ней, потому что я уже этот этап прошла борьбы, и я понимаю, что это неправильный этап, а именно отойти и дать этой системе самоуничтожиться. Но для этого самый главный момент, вот приехать там в деревню жить, перестать пользоваться там гаджетами, это всё такое. Вот самое главное — это убрать страх и понять, кто ты есть. Потому что если ты привязан максимально к этой системе, ты её часть, то ты без неё жить и не сможешь. И когда она будет разрушаться, для тебя это будет такой ужас и страх. Вот почему эти знания сейчас многим людям не даются, они ещё не готовы, вот как я вижу, к этим знаниям. Потому что если ты даже по верхах им что-то говоришь, у них уже ужас. О, Боже, а как же ж по-другому? Они насколько привыкли в этой матрице, что они не видят, что можно по-другому. То есть вся жизнь, все их взгляды, абсолютно всё завязано на этой матрице. И самое простое — это понять, что мы не есть то, что нам навязали. Мы не есть то, что мы видим вокруг. Мы — это совсем другое. И вот твоё видение вот этой вот ситуации, вот именно того, что будет происходить. Вот как ты видишь вот этот вот этап перехода? Кто именно сможет сохраниться? И как это сделать вот правильно? Что сейчас важно сделать каждому? Ну, давай начнём с того, что я передаю исключительно свои знания, и то, как я вижу и понимаю мир, и то, как я получил знания. Начнём с того, что мы все видим и ощущаем, многие из нас, что мир действительно перешёл в определённое состояние. Даже, кстати, библейские пророчества, они так или иначе указывают на то, что происходит в мире. Допустим, есть библейская цитата, говорящая, что в последние дни умножится ведение, то есть знание. Вот практически дословно цитирую оттуда. Забыл, правда, у кого из пророков, но если нас будут смотреть люди, изучающие Библию, то они прекрасно найдут через поисковик, где это говорится. Что происходит на самом деле? Ну, мы уже понимаем, что есть определённые циклы в нашем мире, в природе, во Вселенной. День сменяется ночью, ну и так далее. Точно так же, как мы в определённое время ложимся спать, утром мы просыпаемся. Примерно то же самое происходит с нами. Ещё это сегодня принято называть рассветом сварога. Я думаю, ты с таким понятием уже сталкивалась. Что для меня лично рассвет сварога? Он, кстати, не для всех наступает, этот рассвет. Этот рассвет, он также напрямую отождествлён. Я буду ссылаться на Библию, ну потому что мы живём в этой матричной системе, и до многих людей никак не достучаться, и никак им не открыть глаза, кроме как через Библию. А у меня это довольно-таки хорошо получается. В Библии тоже говорится, что в последние дни, во-первых, это откроются знания, это раз. Во-вторых, восстанет утренняя звезда в сердцах людей. Утренняя звезда, повторяю, это Люцифер. Да, для многих это шокирующее, но даже Иисус в Библии два раза назван Люцифером. Так вот, это происходит прозрение, это рассвет, это утреннее пробуждение семян божьих. То есть это те люди, которые действительно имеют божественное происхождение, те, которые божественного рода люди. И самый главный первый признак в таких людях – это совесть. Это пробуждение совести. Совесть – это наша совместная весть, заключенная между богами, то есть как неписанное правило. Правило, именно не закон, а именно правило, то, что из мира прави, правды и так далее. То, что правит, то есть правит, выправляет кривые пути. И вот когда человек пробуждается, пробуждается, это происходит действительно только с той душой, которая к этому, как вижу исключительно я, происходит с той душой, которая в прошлых воплощениях прошла определенные этапы, и в этом сегодняшнем воплощении эта душа готова к тому, чтобы получить определенные знания. А также это происходит, обычно происходит прозрение с теми людьми, которые прошли свои этапы кармических, ну как это называют, узлов. То есть люди прошли какие-то свои кармические задачи в этом воплощении, какие-то испытания прошли, что-то встретили, сделали правильный выбор, выбрали правильный путь, путь света, любви и совести. И вот у этих людей наступает прозрение. Лично со мной, когда наступило прозрение, да, конечно, первое, что я испытал, конечно же, был страх. Был страх, с которым мне пришлось бороться. И у меня тоже стояли вопросы, а как теперь мне с этим знанием жить? Вот те знания, которые я получил, как мне теперь жить? Вот все мое окружение, да, я вот бывший проповедник Евангелия с 20-летним опытом, это для тех, кто не знает. И у меня наступил мой момент прозрения, то есть разум раскрылся, да, и стал я видеть то, чего я не видел 20 лет. Вот, и к чему шел медленно и медленно, так скажем, поднимаясь на эту вершину, да. Конечно же, у меня был страх. Но первый вопрос, который я получил, извини за повторение, как дальше жить? Ну, мое же все окружение скажет, что я сумасшедший, кто-то анафеме предаст меня, кто-то скажет, ты еретик, ты сумасшедший. Секундочку. Ау. Я смотрела твои эфиры, и я просто была в таком восхищении, что человек набрался смелости говорить об этом, именно у Библии разоблачать ее, разоблачать всю эту систему, потому что эта тема у нас такая, знаешь, очень довольно-таки тонкая. И меня просто покорила твоя смелость, твои откровения, я видела, насколько это искренне. И действительно из-за этого у тебя насколько много подписчиков, и насколько людей тебя много поддерживают. И это был правильный выбор. Это как раз и есть, как я почувствовала, твоя программа, твоя миссия, что ты должен делать на земле, нести эти знания, они тебе даются, ты их поток и ловишь, и несешь. Знаешь, почему я смог об этом говорить? Почему? Ну, во-первых, когда я был пастором, я действительно очень любил людей, и я служил людям от чистого сердца, от души. Меня всегда волновал главный вопрос. Ты знаешь, что всегда к пастырям, к проповедникам, всегда люди обращаются со своими проблемами, ищут у них знания, ищут у них поддержки. Я всегда был заинтересован помогать людям. Очень часто, на личном опыте, на опыте тысяч людей, я искал выхода для людей, потому что вот эти овцы божьи, говоря евангельским языком, они страдают, очень сильно страдают, очень много неразрешенных вопросов. Я всегда хотел понять, почему происходит это с нами, с верующими людьми, почему у нас в церквях то-то, то-то и то-то происходит, как мне помочь этим людям. То есть это всегда было и моей молитвенной жизнью, и моим молитвенным вопросом в личных молитвах, но и в личной жизни, в личной христианской жизни у меня были неразрешенные вопросы. И в один прекрасный день у меня посыпались, просто посыпались ответы. Я тогда еще не понимал, что происходит, хотя с первых моментов я думал, что у меня крышняк сдвинулся. Но дело в том, что я стал получать от Всевышней, я ее называю Всевышней, потому что Любовь Всевышняя – это Мать Наша Небесная, про которую нам в Библии ничего не написали, но оставили косвенные, косвенные, так скажем, направления в эту сторону. Я уже много доказательств приводил об этом, кстати, из Библии, по многим образом, примерам и так далее. И так как я любил людей, и сейчас люблю людей, я стал об этом говорить. И страх у меня ушел, я переступил через свой страх, благодаря вот этой Всевышней Любви. Но первое, что она мне сказала, когда раскрылась и дала мне знания, и продолжает, кстати, давать постепенно, по мере моих запросов и желаний, она сказала, что за эти знания, которые она мне дает, раньше убивали. Ну вот представь, как мне теперь с этим. Ну, я переступил через этот страх. И это, кстати, была одной из моих кармических задач в этом воплощении, потому что в предыдущей жизни я жил во времена Инквизиции, я имел большие знания, вот, и я боялся эти знания передавать, потому что я боялся убийства, что меня убьют в смерти. Я ушел в отшельничество, ушел от людей, и свои знания боялся передавать. Поэтому в этом воплощении это одна из моих задач, которую я, в принципе, уже решил. Я смог преодолеть страх, сделать шаг и говорить о тех знаниях, которые мне приходят. Просто. Потому что у меня тоже был опыт измененного сознания, понимаю, что у меня была тоже завязана с этим прошлая жизнь, и я четко увидела, что меня сожгли на костре, поэтому вот такие вот моменты, как и у тебя, у меня в жизни тоже проскакивали. И вот я людям сейчас пытаюсь донести самое основное, что эгрегоры определенно играют свою роль, но это как костыли, которые сейчас дают тебе основу какую-то, когда в тебе еще живет страх, и нету желания взять ответственность. Потом, когда эти ты знания получаешь, вот ты правильно сказал, не все готовы к этим знаниям. Почему? Вот меня удивляло всегда, и многих людей, как это не видит очевидного. Вот очевидно видят, что нас обманывают, и как на это закрывать глаза? Для меня всегда вот это вот... Я могу ответить на этот вопрос, почему люди закрывают глаза на очевидное? Потому что они не готовы еще... Это во-первых. А во-вторых, им страшно принять ту реальность, в которой они действительно находятся. Да. Это страшно. И потому что у них... Как я говорю, завязаны на этой реальности. А понимаешь, что тебе придется с этим дальше как-то жить. А так как ты начинаешь жить по совести, ты понимаешь, что ты не сможешь эту совесть заморозить. И это большая ответственность, да, ты правильно говоришь, это большая ответственность снести эти знания, по крайней мере для себя даже, и менять свою жизнь придется. Потому что тот круг интересов, та работа, те знакомые, те друзья, они отпадают по-любому. Ты понимаешь, что ты на самом-то деле одинок в хорошем смысле этого слова. Потому что вот эта вот отжившая иллюзия жизни, это иллюзия, когда вот эти пустые разговоры, когда жизнь вот эта на изжоге, в каком-то постанном колесе, гонении за непонятными идеалами навязанными. Ты понимаешь, что это полный бред, и с другой стороны страшно, как же я без этого, я же привык. Но потом, когда ты проходишь эти этапы, ты думаешь, Боже, слава, слава тебе Всевышний, что ты пробудился. Потому что для меня, я считаю, что это главная задача любого человека, проснуться, пока ты еще не сменил мерность, успеть проснуться. Чтобы не профугать, вот так вот жить, как в туловище. Но человек не может просто вот так взять и по щелчку проснуться. У него, перед тем, как он проснется, у него должно быть определенное состояние. Жизнь всегда дает выбор. И всегда у нас вот этот путь условного добра и зла, он всегда перед нами лежит. И вот человек, перед тем, как он пробуждается, говорю за свой опыт, за других не могу. Перед тем, как ты приходишь к осознанности, у тебя всегда идут в жизни разные предложения, ну так скажем, от лукавого. все, что связано с обманом, с ложью, еще там с какими-то нехорошими вещами. Вот если ты все вот это отвергаешь и всегда выбираешь путь правды и совести, вот именно к таким людям приходит пробуждение. Остальные, лукавые люди, которые двойственные, как говорится, ни рыба, ни мясо, они никогда не придут, ну по крайней мере, в этом воплощении, никогда не придут к осознанности. Это я как будто на своем опыте... Сто процентов. У нас с тобой, значит, похожие были опыта, потому что у меня было абсолютно идентично. Я билась головой в одну и ту же дверь, и потом, когда мне хотелось еще раз ударить головой в одну и ту же дверь, я оказалась в такой страшной депрессии, потому что жизнь меня, слава Богу, благодаря многим обстоятельствам, тяжелым на тот момент, которым я сейчас благодарна. Эти тяжелые обстоятельства меня заставили задуматься, я поняла, что абсолютно все, что для меня было идеалом и целью, это не цель и не идеал. У меня все разрушилось, но на этом разрушенном фундаменте начало выстраиваться новое понимание мира. И сейчас, спустя время, я искренне благодарна этим людям, тому человеку, который реально меня предал, обманул. Это было мое зеркало, чтобы открыть на себя же глаза. И когда я искренне ему благодарна, и людям пытаюсь это объяснить, они искренне поражаются с меня и такие, ну, знают мою историю, они говорят, как ты можешь, он же такой-то, он такой-то, он такой, почему ты ему сейчас благодарна? А я, ну, такой пример навожу, вот вы видите, что салат испортился, да, уже, вы его, если съедите, у вас будет потом плохо, вы в туалет будете ходить, не вылази там. Вот вы ж не садитесь его кушать, правильно? Вы его выбросите в мусорку, сделайте свежий. Но если вы сами сели его кушать, снимали, не могли снять розовые очки, когда вы видели какие-то моменты, и потом получили удар в спину, так это ваша проблема, это ваша ответственность. Вот, и сейчас у многих людей, которые мне, например, звонят, советуются, у них, вот именно этот вопрос самый важный. Они не хотят взять на себя ответственность. Они постоянно или обвиняют в своих проблемах кого-то, вот то, что мы видим на глобальном плане. Виноваты русские, виноват президент, виноваты глобалисты, подлюки такие хотят нас убить. Но они не понимают сути, что мы, как творцы, чтобы мы получали знания и творили, нам надо взять ответственность. Вот то, о чем и ты хорошо, прекрасно говорил, я выставляла в эфир когда-то в телеграм-канале, это очень классно объяснил, даже немножко грубовато, но это вот такие видео, они многим людям откликаются и многих людей пробуждают. Когда ты наводил пример, по-моему, или с курями, или с овцами, которые хозяин там собрался резать, вот очень хороший был тогда пример. Потому что большинство, к сожалению, в этом болоте невежества уже тонет и выглядывают уже только головы. Я понял одно, извини, что я прервал. Продолжай, Я понял одно, не надо никого спасать. Да. Понимаешь, вот у меня часто люди ко мне обращаются, и я раньше таким был, надо бежать, кого-то спасать, люди там, спасайтесь там. Есть такой художественный фильм называется «Дурак». Вот так и называется «Дурак». Фильм с одной стороны смешной, с другой стороны он показывает действительность, в которой мы живем. Человек хотел спасти свой многоэтажный дом от крушения. И что из этого вышло? Во-первых, почему не надо никого спасать? Надо просто жить своей жизнью, давать людям свет, который ты имеешь как звезда, ведь все мы звезды на этой земле и светим во мраке здесь. Те, кто в тебе этот свет увидят, они сами к нему притянутся, зададут тебе вопросы, на которые ты дашь ответы, они прозреют и дальше они уже сами пойдут со своим собственным источником света. Да, так и есть. И в определенный момент, когда мне было тяжело, как раз вот такие вот блогеры, в том числе и ты, мне дали вот эти инсайты и меня как бы скажем так подтолкнули дальше развиваться и нести свет. Потому что когда мы начинаем прозревать, у нас возникает много вопросов, мы начинаем либо читать литературу, либо вот смотреть видео, мы начинаем задавать вопросы. И вот ты правильно говоришь, что я тоже в своей жизни заметила, синхронистичность. Есть запрос и сразу же идет ответ. Он прям вот со всех сторон на тебя вот как сыпется вот такое ощущение, что тебя вот действительно слышат там. И я поэтому многим людям говорю, что не стесняйтесь задавать вопросы, но и надо взять ответственность, потому что эти ответы могут вас не устроить и вам придется с ними жить с этими ответами. Да. Условно говоря, во Вселенной есть огромный источник знаний. Это коллективные знания, которые основаны на опыте наших воплощений многочисленных, которые, эти знания основаны также на божественном источнике. И вся фишка в том, что мы можем, ну условно говоря, своим разумом, вот этой антенной, или как еще называют, коронной чакры, которая у тебя отвечает за связь со всем божественным, мы оттуда можем черпать знания, получать оттуда знания. И все. И это тебе дает свободу и независимость. Потому что настоящая вера, она основана на личном опыте и на личном откровении. Вот это может быть единственным фундаментом в жизни. Евгения, такой вопрос, вот как ты видишь вот этот момент перехода? Очень всех интересует этот вопрос важный. Насколько будет разрушаться сильная система? Насколько много людей покинут этот мир, скажем так, сменят мирность, насколько это все будет ужесточено? Вот я проговариваю, что это будет зависеть от нашего коллективного сознания вместе. Чем больше людей пробудятся, тем будет мягче нас. Я знаешь, как вижу, я вижу, я могу отвечать, да, уже на вопрос? Да, да. Вот этот переход, уход, переход в смысле с этого явного мира в высший мир, ты об этом переходе говоришь? Или о том, что здесь на земле эпохи меняются, и мы переходим в более, ты сейчас что имеешь ввиду? На земле, вот именно вот этот рассвет сварога, вот каким он будет. А, так он уже сейчас идет, этот рассвет наступает для каждого индивидуально, это не всеобщее какое-то, это индивидуально. Опять же, возвращаемся к тому, что если в душе человека есть вот это маленькое божественное зерно, божественная искра, то это зерно идет постепенно к свету, пробивая все твердыни, камень, всю землю, пробивая почву, оно постепенно, как вот растение, оно выходит наружу к свету. Потом, под источником этого света, оно растет, развивается, дает плоды и уходит, грубо говоря, с этой земли. Ну, это если перенести на человека. Поэтому это абсолютно индивидуально с каждым, и я так думаю, что прозревших по сравнению с невеждами, конечно же, будет намного меньше, потому что людям легче жить стадом. да, я с тобой согласна, и я тоже говорю, проговоря о том, что будет сценарий индивидуально, кто будет проработать, и плюс, в зависимости от того, проснулся ли человек, насколько сложный будет он проходить испытания этого экзамена, потому что я считаю, что сейчас как раз этот экзамен в разгаре для каждого, нас как обстоятельства и самое первое, я считаю, что когда человек прозревает, он должен включить свои естественные природные качества, то есть у человека в его теле есть слух, зрение, душа, совесть, сердце, разум, как говорится, поэтому человек должен воспринимать ту реальность, в которой он живет, именно своими природными качествами, то, как его глаза видят, уши слышат, сердце, я всегда говорю, сердце тебя не обманет, просто не обманет, просто нужно уметь использовать свои естественные природные качества, а не жить тем, что тебе спихивают на голову через средства массовой деградации. Да, и самое интересное, что мир тебя прям толкает чувствовать своим природным качествами, потому что когда ты закрываешь на это глаза, когда ты себя обманываешь, то события в жизни насколько стоят печальными, трагичными, что этими событиями тебя как бы творец толкает, открой, открой, ты дальше идешь не по своему пути, искажаешь этот путь, еще хуже испытания, еще больше удар в спину, и я всегда проговариваю, это не карма, как многие говорят, это причинно-следственная связь, так как ты не понимаешь, тебя пытаются пробудить, потому что это основная задача твоя тут в жизни, ты же не пришел просто правильно потребительствовать, ходить тут засорят планету, то есть для быть, даже для самых-самых на начальном этапе людей, это понятно, для самых таких, которые только приходят в осознанность, они понимают, что, наверное, не просто так, с этого вопроса все и начинают, как у меня был, а зачем я тут вообще, что все просто случайно, и ты начинаешь понимать, нет, не случайно, когда ты задаешь вопрос, ты видишь эти причинно-следственные связи, просто вот как белый день, у тебя все это открывается, и ты думаешь, боже, насколько все просто, и вот у меня, помню, первая мысль была, как же я могла профукать, сколько времени, а все же, насколько просто, живи по конам, живи по совести, и жизнь тебе даст все, и будет давать и знания, и будьте оберегать, то есть до такой степени, я чувствую иногда защиту, вот меня как отводят, вот как мысль в голову, они просто ведут тебя, было бы только желание, но когда ты не хочешь их получать, все закрыто, ты как слепой в комнате, начинаешь вот так ходить, все переворачивает, все падает, разбивается, ты сам в этом все в дурдоме живешь, и это большинство людей, к сожалению, так живут. Ну, многих устраивает та жизнь, в которой они живут, это явно видно, и многим людям ничего не интересно, их интересуют всего лишь какие-то бытовые, земные вещи, у них больше нет целей, но опять, это опять же их выбор, во-первых, а во-вторых, это может быть просто еще молодая душа, может еще не время ему прозреть, может, может быть, если пройдет еще лет 10-20, может потом человек прозреет, у каждого свой путь, кто-то может к старости прозреет, сегодня он может жить вообще, сегодня он может жить, вообще непонятно, жить может как биоробот, а в старости у него наступит озарение, и такое бывает. А может вообще не прозреть, как сейчас большинство, а может еще усугубиться, и это благо, кстати, если человек в старости прозревает, обычно в старости люди чуть-чуть, ну, становятся неалек, как говорится, к сожалению, но это опять зависит, смотря какой образ жизни эти люди вели, если человек всю жизнь вел, здравую жизнь, то в старости это будет мудрый, умудренный, жизненным, и не только жизненным, но и назовем его духовный опыт, хотя мне это слово не очень нравится, но и богатый человек духовным опытом, мужчина или женщина, старец, старится, очень мудрой будет, вот, ну, либо этот человек старости отупеет и будет очень глупым, брюзжащим, так скажем, дедом, бабкой, вот это самое худшее, каждый созревает, вот старость особенно говорит, кто до чего созрел, если они к старости совсем у них крыша едет, но это говорит о том, что в самом начале у них образ жизни был, ну, неправильный, условно говоря, ничего просто так не происходит, вот я сейчас, извини, приведу пример, я сегодня был в поликлинике, мой ребенок младший лоб себе расшиб, ну, это естественно, мальчик, да, везде лазает, бывает, мы привезли его в поликлинику, и в приемной сидят две женщины, ну, можно себе представить, с какими там они физиономиями сидят, поведение их, и причем там очередь была, как бы мы сидели, ждали своей очереди, в приемной, это сейчас я вот и о прозрении скажу, и о людях, вот почему кто-то прозревает, а кто-то нет, вот кто среди нас живет, простой бытовой пример, смотри, они, ну, я слышу в коридоре, они обсуждают, ну, там, мамочки, знаешь, с детишками, кто-то там обжегся, кто-то пальчик порезал, у кого что, все там в детскую, вот эту травматологию, да, вот, и они сидят, смотрю, люди поразошлись, я в коридоре сижу, а они сидят, обсуждают, просто сидят за спиной, сплетничают, о людях, которые пришли со своими, ну, проблемами, с детьми, да, вот, с больными детками, у кого что там, ну, как бы я сижу, молчу, потом я что-то зашел, зашел в них, и там холл такой, а у них весы стоят, ну, и я просто не подумавший, ну, просто стоят напольные весы, ну, я думаю, о, встану, взвешусь, не знаю, что меня дернуло взвеситься, хотя и дома весы есть, ладно, я встал на весы, и они на меня как набросились, просто, две бабы, вот, набросились на меня, я с весов сошел, говорю, ну, вы меня извините, пожалуйста, они, что вот вы в обуви наступили на весы, и как начали на меня вот это вот, ну, наезжать в два горла, я вежливо говорю, ой, ну, вы извините меня, я не подумал, дайте, говорю мне, пожалуйста, влажную салфетку, я говорю, я за собой вытру, ну, я там отпечатки оставил свои, дайте, пожалуйста, так вот смотри, вместо того, чтобы как-то смягчить ситуацию, я по-доброму, я с душой, я говорю, ой, извините, пожалуйста, там, салфетку дайте, их это побудило, еще больше на меня набрасываться, до тех пор, пока я резко не сменил риторику, наехал на их обоих, заткнул им в грубой форме рот, и вот, знаешь, я после этого подумал, да, моя жена вышла с ребенком, после операции, ему там зашивали рану, вот, она говорит, ты что, говорит, уже поругался там, я говорю, да я не ругался, я говорю, они себя ведут отвратительно, просто говорю, я по-доброму, как бы извинился, даже за собой вытереть попросил, а люди это используют в качестве, почему-то, когда они думают, наверное, что когда ты добрый, вежливый, это слабость, и это позволяет на тебя накидываться, но когда я изменил свой голос и свое лицо, и заткнул их обеих в грубой форме, почему-то вот они вот только так реагируют, и к сожалению, я за свой жизненный опыт, к сожалению, вижу, что у нас в основном люди такие, они понимают только многие, к сожалению великому, это же, я к чему говорю, что вот такие люди, они вряд ли и в этой жизни прозреют, что понимают только грубость, понимают только... зайду, улыбнусь, со всеми вежливые, к сожалению, люди у нас вот, это же хищная природа, они почему-то думают, что сразу видят, улыбается такой вот, простенький такой, но почему-то, когда начинаешь, когда они считают это за слабость, ты проявляешь агрессию, грубость, только тогда они затыкают свои рты, к сожалению, вот к сожалению, наше общество в основном такое, к великому сожалению. Я тебе скажу, может это и хорошо, потому что, смотря на нынешнюю ситуацию, перенесемся, да, на более глобальные вот такие события, смотри, что произошло, люди привыкли быть рабами, их вводили в это рабство годами, и с помощью той же религии, да, то, что ты разоблачаешь, на самый такой, скажем так, трудный путь стал, именно познание информации и донесение до людей. Тот же экзамен, который начался с 19-го года, да, это вот, это вот пландемия искусственная, это же все, чтобы людей вывести из этого рабства, то есть, если человек раб, смотри, ты можешь надеть на него наручники, потом там поставить в угол, заставить что-то делать, что-нибудь, и когда ты по чуть-чуть его наклоняешь, он привыкает, и ты уже можешь дойти до абсурда, ты можешь просто уже изощряться как хочешь, вот так это работает, да, и сейчас мы дошли до того, что нас просто принудительно заставляют понять, кто мы есть, и сейчас экзамен абсолютно справедливый, как я вижу, или ты проснешься и выключишь этого раба, и начнешь вот с позиции силы с ними общаться, с глобалистами, с теми же, с позиции силы, потому что ты творец, ты Бог, а не твои слуги, или же ты не проснешься, и соответственно, никогда ни один терап не успокоится, если жертва будет дальше наклоняться, он будет ее наклонять все дальше, дальше и дальше, и поэтому мы видим эти абсурдные меры, которые уже просто зашкаливают, вот это вот продвижение ЛГБТ, того же, да, вот это вот поедание человечины, уже в всех журналах пишут каннибалисты, то есть абсурд доходит до критической точки, точки невозврата, вот это я говорю, это уж такой экзамен принудительный для человека, просто экзамен, хочешь ты идти туда, не хочешь, а тебе придется его сдать, и каждый, я вот каждому доношу, как бы вы ни жили сейчас теплой ванной, как бы вам не было хорошо, но сейчас настал тот этап, это прекрасно, это восхитительно, как по мне, что настал все-таки тот этап, когда человечество проходит экзамен, и каждый проходит его отдельно, и каждый сдаст результат этого экзамена отдельно, и по этому результату будет видно, сможет ли он быть в этих новых энергиях, в новом мире, который будет строиться как раз на совести, вот самое главное, да, на чести и на любви, поэтому то, что я, просто многие не понимают, я вот объясняю уже на пальцах, что они, они, как бы, знаешь, поражаются с моей вот этой вот легкостью, что я так говорю спокойно, вот что у нас там будут и ядерку могут кинуть, и что угодно, я говорю с легкостью, потому что я уверена и убеждена на 100%, что каждый пройдет по своему сценарию, если человек уже пошел в сторону света, и начал жить по совести, то он абсолютно будет огражден, и не будет чувствовать в своем мире этих всех событий, эти события созданы лишь для того большинства, которое еще не успело пройти экзамен, и будут экзаменировать каждого, я вот так вот этот переход вот вижу, поэтому я с тобой согласна, что ты правильно все говоришь, что да, действительно, каждый пройдет сам, или уже прошел, и дальше его просто поведут, защитой, вот за ручку, светлой силой его поведут, потому что он уже прошел, он уже опознал себя, он уже понимает, как жить по пути совести, по умолчанию, ему даже для этого не нужно эти коны мироздания перечитывать, как мне ноги, а пришли мне коны, а как же по ним жить? то есть ты что понимаешь? музыка, как к стихотворцу приходят стихи, мне просто приходят знания в виде ответов, которые мне интересны, или по запросу людей, ну, как-то само вдохновение идет, и все, иногда, когда я с людьми... Когда я слушала твои эфиры первые, для меня тоже была, это, ну, когда я только-только встала на путь, да, и я помню твои эфиры, я думаю, как же человек, сколько много читает, вот с утра до вечера, наверное, сколько у него знаний. Нет. Потому что потом, со временем, когда я сама уже проснулась, когда я поняла, что эти знания приходят потоком, что не нужно даже для этого читать литературу, ты можешь как бы смотреть чужой опыт, но самое интересное, что вот такие люди, вот как ты, я с многими проводила эфиры, да, раньше мой тут старый аккаунт удалили, и самое интересное, что с этими людьми, вот как, ну, просто как на одном уровне общаются, такое ощущение, что всю жизнь, вот с детства вроде знакомы, вот насколько люди выходят, вот в какое-то вроде другое уже измерение, они вышли, они уже понимают друг друга, и практически телепатически, с одного взгляда, могут понять, о чем речь идет, не нужно разжевывать, потому что эти люди, которые совсем уж только просыпаются, с ними вообще общий язык найти сложно, насколько сложно, что такое ощущение, что ты общаешься, ну, вроде не с человеком, а вообще с иным существом, насколько четко отдаляется, вот человек от человека, когда, когда начинает просыпаться, и я вижу, что это будет и на физическом этапе на Земле, мы будем просто иметь разные пространства, то есть будет все существовать, как будет, но новые энергии уже начнут работать, и одни люди будут иметь одно пространство жить, и они не будут как бы замечать вот тех других, которые будут мучаться, проходить вот эти этапы, проходить экзамены, вот я это вижу так, судя по тому, что сейчас вот, в чем я убеждена стою, все больше и больше. Не, но по факту мы и так живем, грубо говоря, каждый в своем мире, каждый сам творец своей реальности, по факту-то. Ну да, мы же создаем свою реальность через свою психическую энергию. Не только в этой жизни, не только в этом мире, но и в Вышнем мире. Ну да, на самом-то деле, вот основной посыл, который вот все несут, да, просто многие не понимают, и я в свое время недопонимала, что первично сознание, а все остальное вторично. То есть ты своим сознанием формируешь свое бытие. И для меня не было до конца понятно, пока не проснулось, как это. На самом деле, это все очень просто, как и сложно одновременно для многих. Потому что для меня это стало просто в одно мгновение, когда я прозрела, в чем простота заключалась? В том, что я поняла, что просто живи по совести, не ври себе, не ври другим, не нарушай энергопространство другого человека. Все. Полностью согласен. Простым языком. Вот многие люди, вот блогеры, вот что у меня, вот многие светлые люди, да, уже стали на путь, но они не до конца, допонимают, они начинают обличать друг друга. Вот блогеры начинают обсырательством заниматься, да, то есть они нарушают энергопространство другого человека, и они недопонимают, что каждый из них несет для определенной категории людей свои знания, те, которые им нужны сейчас на данном этапе. Не могут все думать, так как ты. и в этом и заключается вот проблема светлых людей, чем пользуются глобалисты, разделяя и властвуют. Что они не до конца прозревшие, а только что-то какие-то вершки нахватались, и они уже чувствуют себя богами, и они пытаются возвыситься над другими. Ну, да. Ну, понимаешь, здесь даже если говорить о разных блогерах, каждый преследует свои цели. Иногда кто-то за счет другого паразитирует, пытаясь набрать себе, я не знаю, что там, просмотры, баллы, мне неизвестно. Лично я воспринимаю, да, вот, которые передают ту или иную информацию, я вижу, что наша вселенная, ну, грубо говоря, она подобна многоэтажному дому, где много подъездов, много этажей, много уровней, и каждый человек, он просто попадает в своем, ну, грубо говоря, в своем разуме, попадает на разные уровни, получает разную информацию. И просто каждый по крупицам передает те или иные источники знаний. Вот и все. Поэтому лично я не говорю там никогда этот лжет, тот лжет, все кругом якобы лгут. Ну, кто-то, может быть, и лжет, действительно, но каждый, в принципе, передает со своего источника. А вот если смотреть, если быть, смотреть с позиции зрителя, да, разные каналы, разные источники, то я бы зрителям советовал бы, вот, у вас там два десятка блогеров есть, берите у них самые сливки, берите то, что вы явно видите, как вот действительно в точку попали, собирайте эти сливки, как пазлы, и складывайте в своей душе, это будет дополнять для вас вашу собственную картину мира, мироустройство. Да, сто процентов, потому что есть человек идет и видит вокруг себя святые, благоухают природа, птички поют, а кто-то идет и увидел, что говно лежит и идет, по-моему, ты даже об этом четко сказал, я помню в каком-то ролике, и он идет, и ему надо туда еще и вступить, чтобы он потом еще полдня проклинал, кто же там его положил, грубо говоря. Вот то же самое, вот то же самое сейчас и у многих людей они заходят и они сразу же вот этот свой негатив выливают и в комментариях то, что и тебе угрожают. Я вот слышала, для меня это тоже шок, какого уровня человек может быть, чтобы это писать. А мне, знаешь, вот как я делаю, мне там часто пишут, удали комментарии, там понаписывали какие-то боты, гадости. Я говорю, зачем? Ну удали, надо удалить. Я говорю, я не хочу удалять. Смотри, кто-то после себя оставит на земле цветы, а кто-то говно. Пусть они для этого родились, но они приходят, как псы, рыгают тебе на порог. Но они другого ничего не имеют. Понятно, как бы, блевотину за ними смывать не очень приятно, но иногда они как бы сами себя определяют таким образом. Да, не обличаются. Они обличаются, и эти люди себя показывают. За что ж на них обижаться или удаляйтесь, и они сами себя показали. Тут можно улыбнуться и пойти дальше. И самое интересное, что когда ты не реагируешь, то такие комментарии перестают писать. Им не интересно. Они именно и хотят вступить с тобой с вами. Я лично очень и очень редко удаляю комментарии. Гадкие. Очень редко удаляю. Только уже когда все грани переходят вообще там. Только тогда я еще могу человека заблокировать, но я очень редко удаляю. Кстати, люди очень часто, мне кто-то пишет, он удаляет комментарии, ну, они просто даже не ознакомлены с правилами Ютуба. сам Ютуб удаляет комментарии, потому что есть алгоритмы Ютуба, которые он не пропускает. Даже мои собственные ответы на чьи-то комментарии Ютуб удаляет. Я сижу, пишу, пишу ответ, отправляю его, обновляю страницу, моего ответа нету на моем канале. Ой, так хорошо, что ты сказал информацию, для многих может она глаза откроет. Спасибо тебе, Эльгений, за эфир. Очень благодарна, что ты вышел со мной на связь. Ребята, Я думал, мы только начали, а мы уже заканчиваем. Я только-только начал, я только во вкус начал входить. Давай ты еще дашь информации немножко. Давай ты еще дашь информацию, я просто, именно у меня вот такой посыл пошел, провести эфир, дать ресурсы на твои каналы, потому что твои видео очень ценны, и люди подпишутся, будут смотреть. У тебя очень крутые эфиры. И вот в оконцовочке, давай 10-15 минут, скажи вот самая основная мысль, что нужно сейчас донести, вот что будет актуально, как ты думаешь для наших подписчиков, в свете тех событий, которые мы сейчас имеем. Ну, если в свете событий, которые сейчас, наверное, самое главное сохранить здравомыслие, сохранить здравомыслие, это раз, во-вторых, не переключаться, не подключаться к этим эгрегорам, которые сейчас работают на разрушение психики людей. Как можно меньше смотреть телевизор, а самое главное, я советую вообще спилить антенну, чем я тоже сделал, я срезал антенну и вырвал ее нафиг. Вот, это самое главное, не попадать под влияние вот этих эгрегоров, которые накачивают сейчас людей на вражду, ненависть, на распри. Не питайтесь от этого эгрегора, потому что от таких эгрегоров это будет уничтожать вашу психику и разорвет вашу связь со Всевышней, то есть с Божественной Любовью, ну или как вам нравится с Богом, да, грубо говоря. Самое первое, анализируйте информацию в свете последних событий, анализируйте. Никогда не надо, а вот этот сказал то, а вот этот то, значит пойдем так, вот этот сказал то, пойдем так. Нет, сидите спокойно, ровно, дышите медленно, глубоко, сами принимайте решения, анализируйте информацию и идите по жизни по совести, слушайте свое сердце. Ваша голова это не котелок, в которую надо насыпать крупу и заварить в ней кашу. Вот у многих, к сожалению, у людей, я работаю с людьми уже долгие-долгие годы, и у меня телефоны есть под моими видео, это как телефоны горячей линии, мне любой человек может дозвониться, у людей часто в голове каша, каша, потому что они понасмотрятся всего подряд, а потом ко мне идут, чтобы я эту кашу, ну я не знаю, что там с ней сделал, помог разобраться, что ли. заморил ее. Да, как-то так, поэтому вот, наверное, вот это самое главное, да, и не прыгать, как бы, не стараться прыгать выше своего роста, все равно не получится, просто дождаться времени, когда ты сам вырастешь до нужной тебе планки, ну или до той планки, которая тебе запланирована, причем запланирована самим тобой перед твоим воплощением. 100%, и я тоже замечаю, что люди, которые в первом классе, да, еще, а ты уже в пятом, или в седьмом, или в восьмом, с ними общаться на уровне своего класса нет смысла никакого, и обижаться на них. Знаешь, я их называю как слепые котята, вот те же самые правители, которые, ну не те, которые глобалисты управляют, а марионетки, те, которые им служат и делают черную коту своими руками, которые продали за бусики свою душу, скажем так, потому что для осознанного человека это бусики, вот эти вот декорации, да, я говорю, что они как слепые котята, они просто еще в первом классе, и агрессию, то, что сейчас многие делают, на них кидают вот эту вот агрессию, ненависть, злобу, я об этом и проговариваю, это их задача и есть, увести как громотвод на себя, на себя и вывести вас на вот эту вот энергию Гаваха, чтобы вас собрать. И еще, и еще хотел бы сказать, в связи с последними событиями между странами нашими, знаете между какими, да, и в связи с чем, советую, ну лично я, знаешь, поначалу начал отслеживать эту информацию, потом я ее забросил, потому что мое духовное, психическое состояние пошло на убыль, от меня стала откачиваться энергия, я не мог уснуть, особенно первые несколько дней было тяжело уснуть, куча в голове разных мыслей, и то есть я советую как можно больше изолировать свою душу и разум от вот этих внешних источников. Лучше жить в своем таком маленьком уютном мире, уютным, во-первых, для тебя, а не для других, получать от жизни как можно больше позитивных эмоций, как можно больше, от чего угодно, я не знаю, от речки, от солнца, от травки зеленой, не знаю, от вкусной еды, от любимой женщины или от любимого мужчины, от детей, от чего нравится, ищите вот эти источники, именно благой жизни, именно ищите жизни радость, потому что, а все, что бы ни происходило в мире, хорошее или плохое, ну, ты как одна единица ничего не сможешь сделать, в принципе. Конечно, нет смысла тратить энергию на то, Тем более, у меня есть видео, даже если говорить в связи с последними событиями, у меня есть видео, где я объясняю, что все, что сейчас происходит, это, во-первых, подготовка была очень длительная, долгими годами, и все происходит за счет психической энергии людей, за счет информации. Если долгое время людям медленно спускать на голову нужную кому-то информацию, то в оконцовке это все материализуется. мы люди как коллективная энергия, коллективно мы вырабатываем и проявляем ту матрицу жизни, которая кому-то угодно. Грубо говоря, вот эти чернокнижники, чернороты, как угодно их назови, они используют неразумных людей, как, точнее, их массовую энергию для своих планов. Вот и все. Потому что в нас находится творческая божественная энергия. Эту энергию можно направить либо на добрые дела, либо на злые дела. И в том или ином случае эта энергия будет делать то, куда ты ее направляешь. По-другому это не работает. 100%. Поэтому я всегда людям рекомендую ограничьте себя от средств массовой деградации. Потому что средства массовой деградации несут информацию. Информация это энергия. Энергия поступая в ваш разум и в ваше сердце начинает создавать внутри вас тот образ, который выгоден тем, кто запустил эту информацию. Это слово. Эту энергию. особенно для неокрепших умов, которые еще не могут справиться. Неокрепшие умы хавают эту информацию, которая в них производит бурление, вражду, ненависть и все остальное. Вот человеконенавистничество, проклятие, проклинать начинают друг друга. Вот это выгодно. Выгодно. Тем, кто эту информацию кидает. И таким образом сеют те крупицы, с которых будет вырастать новое событие. Завтра, послезавтра. Да, да, да. Да, новые события, да. Сегодня они просто через средства массовой деградации закладывают основу для будущих худших событий. Да. Вот это самое главное. Просто я говорю, я иногда включаю... Если все люди, извини, извини за то, что прерываю, если все люди выключат телевизор на неделю, вот сейчас вот еще зрителям, и моим, и твоим хочу сказать, даже тот же интернет, вот попробуйте прожить без интернета, хотя бы ладно, сначала без телевизора, неделю. Я вас уверяю, у вас качество жизненной энергии повысится. С тем же интернетом. Попробуйте не смотреть вообще... Попробуйте целую неделю, попробуйте целую неделю ограничить себя от любого вида информации, телевизора или интернета. Попробуйте просто неделю, ну или хотя бы три дня, если вы не можете выдержать без интернета, просто провести где-нибудь на природе, в лесу, в роще, на речке, где-то поживите без информации. Попробуйте на мир посмотреть своими глазами. Я вас уверяю на 100% качество вашей жизни улучшится. И не только, еще хочу подчеркнуть, не только жизнь человеческого определенного, а общей, потому что мы своим коллективным сознанием перестанем подпитывать ненависть, проклятие, агонию. Все правильно. В исходности страх, на котором будут новое событие для того, чтобы нас же и разрушать. Поэтому, ребят, спасибо, Евгений, тебе за эфир, очень большое, классно пообщались, подписывайтесь на ресурс, у тебя канал YouTube только, да, я выставлю внизу? Да, у меня YouTube, но есть там еще, что там, Routube, по-моему, ну там ничего, там никакого движения, ничего, абсолютно. YouTube, это мой основной канал. Да, пересмотрите ролики, особенно последние эфиры, это просто бомбезная информация. У меня один эфир YouTube удалил, двухчасовой, где я говорил о генетическом вмешательстве в прошлое, о всех этих процедурах, о всех вот этих вот, вот этих вот, ну понял, да, когда там вот сюда, оп, шлеп, о всем этом рассказывал, вот этот мой ролик снесли, но один мой бдительный зритель записал аудио, и я выложил у себя в Телеграме. Я считаю, что я там все вот так просто разложил, как пазлы вообще, о том, что происходит, зачем делается, и вообще, ну, но YouTube снес, конечно, это видео снес. Если YouTube удаляет, это первый признак того, что эта информация абсолютно ценна. Несмотря на то, несмотря на то, что я пытался выражаться сказочным языком, знаешь, заменял слова сказочным языком таким, знаешь, ну, все равно, то есть, все равно YouTube снес. Я тебя понимаю, потому что у меня самый основной, вот последний эфир был, один из основных, где мы общались именно о созидательном новом мире, где люди будут жить по духовным законам, как это все может быть. Вот мы рассматривали вот этот вот проект, новая земля, новый парк земля, да, грубо говоря, в кавычках, и это видео удалили, для меня это был шок, потому что в этом видео не было вообще никакой информации, то, чтобы, ну, мне бы казалось, что за это могли бы удалить. И для меня сейчас, когда удаляют ролики, особенно на YouTube, это самый первый признак того, что эта информация самая ценная, которую хотят скрыть от людей. Поэтому на такие ролики надо максимально обращать внимание, переписывать, перезаливать их обязательно. Ребят, спасибо всем большое за внимание, Евгений, спасибо тебе за общение, оставляю ссылочку на канал, и подписывайтесь, смотрите ролики, прозревайте, давайте вместе идти в новый мир, давайте нести этот свет внутренний, который у нас пробуждается, и не омрачать его никакими событиями, вот массовой дезинформации, другими людьми, эгрегорами не подпитывать, а максимально нести этот свет, понимать, что мы творцы, и у каждого, если вас интересует конкретно, что будет, самый главный ответ, мой лично, у каждого будет свой конкретный сценарий, у каждого свой конкретный. Все, спасибо всем большое за эфир, а у тебя последних пару слов, наставлений, и прощаемся. Мы закончили? Нет, давай еще пару слов скажи, вот в оконцовочке, вот что самое основное сейчас? Ну я, заканчиваем. Наверное, самое основное, сохранить свою человечность, любовь и совесть, я другого варианта не вижу, и разум. Ну что еще, я сам так стараюсь, я сам так живу, я сам так стараюсь жить. Это, все на самом деле просто, вот ты правильно все сказал. Все, ребят, всем хорошего вечера, всем пока. Спасибо, всем пока.